Комбинированные травмы конечностей внутренних органов, весьма часто еще и серьезные травмы лица, органов слуха, зрения. Все вместе это приводит к тому, что организм раненого бойца утрачивает возможность самостоятельно восстанавливаться, и выздоровление происходит очень медленно. Именно поэтому медики решили применить в терапии клеточные технологии, которые зарекомендовали себя еще в довоенные времена. Мы видели, что оно было у более здоровых людей, которым не требовалось какого-то специфического лечения. Поэтому начали использовать для раненых, травмированных. И видим результат такой же. Медики рассказывают за процесс регенерации, то есть восстановление в организме отвечают в частности стволовые клетки. Это своего рода универсальный инструмент, ведь они способны заменить любую погибшую клетку. Каждый день в нашем организме вырабатывают стволовые клетки, которые поддерживают органы и системы необходимым количеством клеток, обеспечивающих функции печени, сердца, легких, мозга, зрения и так далее. Когда этих клеток не хватает, для бойцов это проявляется тем, что дефицит будет сопровождаться медленным заживлением, присоединением вторичной инфекции и появлением множества осложнений. Восполнить этот дефицит можно искусственно. Пациенты, например, из костного мозга берут клеточный материал, подготавливают надлежащим образом в лаборатории, а затем или готовят препараты, или вводят в виде инъекций. И все это ускоряет регенерацию. Если сравнить с футболом, например, вы удаляете несколько игроков с поля, и у вас есть запасные игроки. Вы их берете, растите до уровня, который удовлетворит, например, тренера, и выводите на поле. И эти игроки, они по уровню подготовки как тренер, который знает на любом уровне, кем ему стать – вратарем, защитником или нападающим. Такую терапию здесь проходит и пехотинец Роман. Тяжелое ранение он получил год назад, во время освобождения Херсонской области. Был бой и прикрывал своего гранатометчика, пока он работал. Сам-то я пулеметчик. Одну очередь, вторую, и выхода не услышал, потому что как раз наш выстрел был из гранатомета. Прилетела мина. Снаряд разбился в двух метрах от бойца. Осколками раздробила челюсть. Осколки сзади зашли и спереди вышли. Вместе со всем. С зубами. Вот так и вылетела. Плюс из-за взрывной волны получил травму плеча. Несколько сложных операций уже провели. Впереди еще несколько. А пока, чтобы подготовиться к ним с помощью клеточных технологий, уменьшают трубцы, восстанавливают пораженные ткани и выравнивают лицо. Сегодня мы видим значительное улучшение состояния. У нас есть выравнивание угла рта, уменьшение отека на лице. Даже на губе появилось больше симметрии. Наша задача максимально вернуть нашему патриоту лицо. Такое, каким оно было до травмы. В результате сроки лечения сокращаются практически на треть. Если же и этого недостаточно. Здесь используют другую технологию – биоинженерию. Когда замещают уже не просто клетки в тканях, а органы или части органов. Мы создаем кожные эквиваленты, которые позволяют за счет собственных выращенных лабораторий из небольшого кусочка кожи, клеток кожи, создать эквиваленты для закрытия ран и получения и заживлений. Все процедуры для украинских защитников здесь бесплатны. Пациентов сюда направляют в военные госпитали. Продолжение следует...